Привет дорогие зрители! Недавно мы с вами делали вот такие домики из пенопластовой или потолочки до пенопластовой плиты. Сегодня я хочу сделать домики из картона наподобие вот как были фикс прайс. Кто помнит, кто не помнит, оставайтесь со мной и мы посмотрим как я их сделаю. Размер будет тот же самый. Вот я потом сейчас вам покажу как мы его расчерчим и будем склеивать горячим клеем. Также я буду красить как вы видите слева направо белая, то есть красная акриловая краска, белая акриловая краска, черная акриловая краска и структурная паста на основании шпаклевки. Украшать буду разными веточками, ягодками и для подставки буду использовать вот такую подложку. Обычно она идет в магазинах Икеи и в других магазинах, когда вы покупаете какую-то мебель. Ну или можно склеить несколько слоев картона. Домик буду делать из переплетного картона, извиняюсь. Это у меня была старая коробка, я вот сохраняю такой картон, из него получаются хорошенькие домики. Также есть в книгах тоже переплетный картон и продается листами. Итак, домик у меня будет размером 7 сантиметров шириной и 11 в высоту. Я черчу прямоугольник. Затем 11 сантиметров делю пополам, то есть 7 сантиметров делю пополам, получается по 3,5. 3,5 сантиметра отмечаю и соединяю линии. Я написала размеры, кому интересно, 11 и 7. Теперь нам нужно сделать конус для крыши. С обеих сторон отмечаю опять 7 сантиметров. Руки немножко далеко неудобно работать. Так, 7 и с другой стороны также. И теперь соединяю с центром эти точки, чтобы получился у нас конус. Теперь нам нужно расчертить боковые части домика. Так, я перерисовала тут мой конус, потому что я, кажется, ошиблась. Получается здесь по 3 сантиметра, если легче так вычерчивать. Да, 11, 7 и 3. Теперь здесь на линейке, видите, край какой, поэтому ошибаюсь. Надо отмечать всегда от нуля. Итак, 4,5 сантиметра. 7 у нас уже высота есть и отмечаю по 4,5. Таких нужно две детали. Итак, получаются вот такие размеры. 4,5, 7, 11, 7, 3. Вырезаю. Вырезать буду вот таким ножом. Прикладываю линейку. Пластиковые я уже все обрезала, поэтому купила металлическую. Немножко делаю наклон и прорезаю. Так, три раза и вырезаю все линии. И еще вырезаю таких деталей. Две боковинки, задняя и передняя часть домика. Теперь я буду склеивать горячим клеем мои детали. Приклею к передней части домика вот эти боковые стороны. Хорошенько промазываю клеем, но немножко подальше от края, чтобы у нас клей не выступал с лицевой стороны. Зачем я хорошо промазываю, чтобы у нас хорошо это держалась сторона. Ставлю на стол и выравниваю все. Так же поступаю с другой стороной. И внутри для крепости можно пролить еще клеем. Итак, теперь приклеиваю заднюю часть. Теперь мне нужно вырезать детали крыши. Я измеряю ширину и высоту до угла. И отмечаю 6 на 6,5. Так, еще раз померяю сейчас. Лучше сделаем 6 на 5,5, чтобы не свисала сильно крыша. Итак, 6 на 5,5. Делаю таких две детали. Я вырезала и приклеиваем теперь вот сюда. Одна половинка должна на миллиметр выступать, чтобы здесь был такой стык красивый, чтобы они накладывались друг на друга. Итак, приклеиваем, промазываю этот угол. Приклеиваем, выравниваем, пока клей еще горячий. Если нет пистолета с горячим клеем, можете приклеивать любым клеем, который быстро сохнет. Так. И с другой стороны так же. И вот о чем я говорила. У нас получается ровный уголок. Теперь я беру структурную пасту, которую я вам показывала. В прошлых видео мы с вами делали вазы. Я еще расческой, помните? Вазу расчесывала. Итак, беру пальчиком и все это хорошенько промазываю. Промазываю, стараюсь, не сильно толстым слоем. И так же промазываю переднюю, заднюю часть. Вот так распределяю пасту, лишнюю убираю. Делаю такой домик штукатуренный, а штукатуренный, да? Или как он называется, каменный. И так все-все-все, щели вот здесь хорошо, крышу все промазываю. Чтобы хорошо здесь подлезть, нужно взять кисть, можно намочить водичкой и пройтись. Не дожидаясь, когда высохнет мой домик, я убираю вот эти лишние здесь висюльки, лишнюю шпаклевку и буду красить белой краской. Забыла сказать, что вот эти швы хорошо нужно тоже промазать, чтобы не было заметно. У меня краска густая, я окрашиваю домик, но крыша у меня будет красная. Прокрашиваю здесь тоже, со всех сторон уголки, хорошо-хорошо втираю. Кто хочет с окнами домик делать, пожалуйста, вырезайте окна, двери. Мои домики, они служат для композиции, и я буду рисовать окна и двери. И также, как там было в фикс-прайсе, елочка, звезды, крапины, все это будет на моем домике. Сильно красить не буду, покрасила один раз и высушиваю феном. Теперь беру красную краску и крашу крышу. Крашу крышу, она у меня такая темного цвета, красная бывает очень бледная, близкая к оранжевому цвету, но у меня цвет насыщенный такой красный, и что делает контраст хороший с белым. Красиво смотрится, я когда увидела в фикс-прайсе эти домики, просто влюбилась. Тем более, что я люблю красный цвет. Да, мне очень это понравилось. И вот аккуратненько здесь тоже проходим по краям, боком кисти, чтобы не залить наш домик. Так, и вот здесь тоже все это окрашиваем. И два раза, ой, два раза. Два раза просушиваю. Один раз окрашиваю и просушиваю. Зачем я шпаклевала домик? Потому что переплетный картон плохо держится, он расклеивается, поэтому зашпаклеванный домик он крепенький, устойчивый такой. Итак, как там в фикс-прайсе, мы рисуем дверь. Ну, я рисую на глаз примерно, такую вот закругленную. Ну, теперь я рисую здесь елку. Как-то так, да, было. Вот. И дальше мы будем рисовать окна. Из меня художник, правда, никакой. Вот. И как получится. Поэтому строго не судите. Елку. Теперь окошки. Такие форточки или отделы небольшие. Так. Кременькие, косенькие, но... Да, зато натурально. И с другой стороны так же. И теперь я это все затушевываю или раскрашиваю, да. Можно фломастером черным, но будет очень-очень темно. Можно сделать бежевые двери, как, например, они выглядят при включенном свете. Или желтые даже, да, и окна так же. Но я хочу, чтобы это было здесь вот такое вот серенькое. И так, затушевываю. Так, карандашом я нарисовала. Теперь я беру зеленый такой фломастер и рисую елочку. Можно темно-зеленую сделать красками, например. Можно, как у меня. И все это здесь я затушевываю опять. Линия стараясь проводить таким образом, вот как елочка, идет сюда и сюда. И здесь у нас так. В конце вот так. А, да, здесь у нас еще сердечко. На середине домика украшение. Тоже темное, можно сделать ярким. На ваше усмотрение. И вот здесь вот в углу такая пятиконечная звездочка. Как она там примерно выглядит. Вот такая, да. Теперь я ставлю горошки. Красные такие. Точки. Для контраста и украшения. Как там в магазине тоже, да. Продавали домики. Многие их покупали. Кто-то перекрашивал, переделывал. Но мне очень нравятся такие, какие они есть. Нарядные. И очень-очень симпатичные. Вот кое-где ставим такие пятнышки. В принципе, наш домик готов. Как я уже сказала, можно сделать было и с окошками. И, конечно же, я сделала несколько таких домиков. Так. Вот здесь вот я делала мастихином. Видите, получается очень грубо. Поэтому я сегодня вот сделала это пальцем, да. То есть, замазывали мы домик пальцем. Итак, теперь собираем композицию. Я беру подставку и буду приклеивать домики. У меня здесь получается лишняя площадь. Оставлю сантиметр. И здесь сантиметр лишнее отрежу. Я срезала. Теперь мне это все нужно приклеить на картон. И опять я срезу лишнее. Для чего на картон? Здесь у меня будут располагаться ветки. Отсюда, вот сюда. Поэтому немножко я сделала возвышенность. И так вырезаю нужный мне размер. У меня получилось по краям немножко и спереди 3 сантиметра. Теперь я это приклею. Причем сзади у меня край ровный. Ровно с картоном. Я не делаю так, чтобы оставалась площадка. Потому что эта часть у меня будет прилегать к стене. И теперь приклеиваю домики. Располагаю так, чтобы спереди еще оставалось место. То есть ровно с этим краем. Хорошенько проливаю с внутренней стороны. Когда я поставлю домик, клей стечет. И домик хорошо приклеится. И так все домики я собрала. Теперь приклеиваем веточки. Я начинаю со светлых. Это у меня были веточки в композиции. Тут еще у меня клей. То есть с разных композиций. И я их отрываю и отклеиваю. Затем использую в других композициях. То есть вы тоже самое можете делать. Потому что композиции из года в год выглядят по-разному. Меняются. И поэтому сохраняем все веточки из разных композиций. Обклеиваю сначала весь низ вот такими белыми. Приклеивать сзади я ничего не буду. Только вот по краям. И спереди. Теперь укладываем. Мы приклеиваем обычно самые большие длинные. Затем начинаем между рядами приклеивать веточки покороче. Я начинаю всегда приклеивать с центра. Потому что если не хватит. Если не хватит. То можно будет по краям украсить другими веточками. То есть всегда начинаем с центра. И уходим в стороны. Картон наш закрывается. Можно было обклеить бумагой, фетром и чем хотите. Если вы боитесь, что будет просвечивать ваш картон. У меня еще мох. Так что можно вклеить и мох. И картон просвечивать не будет. Так обклеиваю. Теперь вклеиваю вот такие небольшие. Даже я еще и срежу здесь. И уже приклеиваю в стык моего картона. Потому что если мы тут будем наклеивать, то закроются наши домики. То есть вот так вот уже идут внизу. Вот таким образом. Приклеиваю. И вот вы видите уже площадь вот эта. Так нитки убираем. Площадь картон наш закрывается. Теперь беру вот такие веточки. Но они сильно длинные. Видите? Можно их оставить в принципе. А можно их срезать, чтобы они не были такие длинные. Я разрезала примерно пополам. И подклеиваю уже к домику. Здесь вот. Если маленькие веточки, то приклеиваем прям так, как она есть. Я приклеиваю на некотором расстоянии. Он здесь. Затем буду приклеивать ягодки. Теперь у меня есть ветка с разными ягодками. Я отрезаю понемножку. Я отрезаю кусачками. Потому что здесь основа проволочная. Поэтому ее не отрезать ножницами. И приклеиваю. У меня была вот такая вот деталь. Уже с ягодками и бантиком. Сделаю ее посередине. Подержу, чтобы клей схватился. И затем приклеиваю ягодки. Смотрю по размеру. Это очень длинно будет. Наверное, я срежу половину. Сейчас посмотрим. Тут пенопласт. И он обдирается. А значит, нужно вот как-то. Ну, можно закрасить потом. Или приклеить как-то так, чтобы не было заметно. Что здесь вот он ободранный. То есть, можно приклеить вот таким образом. Немножко прикрыв веточкой. Ну, а по краям я укладываю более длинные. Такие ягодки. Да, веточки из ягодок. Еще у меня есть вот такие ягодки, похожие на вишенки. Тоже вклею я их. И вклею более центрально. Подсуну между этими маленькими. Чтобы здесь было поярче. Как я сказала, обожаю красный цвет. Получается вот такая композиция. Она вот здесь, смотрите, не прикрыта. Возле домиков. И здесь я могу уже приклеить мох. Такая, знаете, немецкая зима, когда нет снега, а везде трава. Как-то так. Вот у нас так. Итак, растягиваю мох и потихонечку вклеиваю. Закрываю пустоты. Поправляю все это ножницами. Можно насыпать снежок или приклеить вату. Смотрите, мох как освежает. Как будто здесь кустики я вот приклеиваю и любуюсь. Получилась такая свежая композиция. Ну а кто не видел вот эту композицию, которую я делала вчера, можете посмотреть видео. Для любителей красного цвета можно покрасить клетку красный цвет. Как я это сделала. Сделать панно вот такое с оленем. Там внутри, вот лампочки свечут, там внутри, да, сумка бархатная. Как она бумажная, но бархатная, да, пакет такой. И вот затем за стекло я это все приклеила. Вырезала из алюминиевой фольги оленя и приклеила. Получилась вот такая красивая картина. Ну а наша сегодняшняя композиция выглядит вот так. Я очень довольна. Мне так нравятся эти домики. Мне не обязательно, чтобы они светились. Вот. Достаточно домиков, которые я делала со светом. Ну а если и понадобится, то я могу сзади положить включатель от гирлянды. И протянуть под этим украшением гирлянду. Тогда домики будут находиться как будто на каком-то светящемся поле. С веточками и красными ягодками. Итак, вот что у меня получилось. Если нравится, то же делайте такие композиции. Фикс прайс нам в помощь. Как я увидела, я вам сказала, я влюбилась, захотела сделать такие домики. В общем и целом мне очень нравится. Пусть стоит и украшает этот уголок. Ну я с вами прощаюсь, как всегда. С вами была ваша милая. Всем пока-пока. Здоровья, счастья и любви.